МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пятый городской родильный дом Одессы, в частности, отделение реанимации новорожденных, презентовало новое оборудование для выхаживания малышей с весом до 1,5 кг. После проведения пусконаладочных работ мы ввели в действие новое оборудование, которое будет помогать выхаживать новорожденных с экстремально низкой массой тела. И нужно сказать, что в 2014 году родилось около 12 тысяч деток в городе Одесса, и из них 100 деток с экстремально низкой массой тела и с низкой массой тела до 1,5 кг. Выживаемость таких малышей до 70%, что соответствует европейскому уровню. Новое оборудование, полученное роддомом, позволит таким деткам на порядок повысить свои шансы на более качественную жизнь в будущем. В состав аппаратуры вошли три аппарата с ПАП-терапией, то есть и один аппарат высокочастотной с ПАП-терапией, что значит простым языком для неинвазивной дыхательной помощи, то есть не интубируя ребенка через носовые конюлечки, подается ребенку воздух, воздушно-кислородная смесь, увлажненная, тепленькая, и создается положительное давление на выдохе, что дает возможность раздыхать легкого, глубоко недоношенного ребенка без искусственной вентиляции. Также были отделением получены три реанимационные системы открытого типа. Это специальные столы, где создается необходимый температурный микроклимат для новорожденного. Кроме того, и следящая аппаратура – четыре монитора пациента. Это следящая аппаратура, которая нам в системе онлайн показывает частоту целища сокращения, частоту дыхания, артериальное давление и температура ребенка. То есть, что удобно, мы постоянно и есть режим тревоги, постоянно персонал видит и слышит, что происходит с малышом. А еще 10 вакуум-аспираторов, которые позволяют для каждого малыша создать индивидуальное место пребывания в отделении. На оборудование было потрачено около 3 миллионов гривен. На базе одной из лучших здравниц Украины санатория Лермонтовский работает уникальный климатический комплекс «Меренси». Это разработка израильских ученых, позволяющая максимально точно воссоздать в специальном помещении климатические условия Мертвого моря. Тепловой и ионный фон аппликации солей и грязи делают эту процедуру уникальной. Процедуры показаны всем, которые нуждаются в оздоровлении, в реабилитации. Даже если просто здоровый человек придет на эту процедуру, он может быть поражен синдромом хронической усталости. Переработаться, стрессы, тяжелое напряжение жизни. Вроде бы здоровый человек готов заболеть многими болезнями. Он не может отдохнуть, не может отвлечься, постоянно нервозен. Придя сюда, он избавляется от всех своих неприятностей, забывает их, успокаивается. Опытные, квалифицированные работники климатического комплекса Меренси сделают все необходимое, чтобы максимально быстро восстановить ваше здоровье. Вы уже эффект видите после третьей, четвертой процедуры. Появляется работоспособность, бодрость. Человек входит в контакт. Человек уже думает о будущем. Он входит в социум здоровым. Кроме того, оздоровительные процедуры, ломая стереотипы, могут быть действительно приятными. На тело наносят аппликацию с уникальной, насыщенной целебными минералами грязи Мертвого моря. После этого вы расслабляетесь, оздоравливаетесь в специальной комнате, где воссоздан климат и атмосфера моря, которые на протяжении тысячелетий исцеляют людей. Единственная в Украине комната климатического оздоровления Мертвого моря Меренси находится в Одессе в санатории Лермонтовский и работает ежедневно с 9 утра до 9 вечера. В ближайшие 85 лет победить туберкулез в европейском регионе вряд ли удастся. Такой прогноз сделали эксперты Всемирной организации здравоохранения. По официальной информации, ежедневно туберкулезом заболевают в среднем около тысячи жителей Европы. При этом около 9 миллионов человек в мире даже не знают о своем диагнозе. Одесская область по итогам 2014 года занимает первое место в Украине по уровню заболеваемости туберкулезом с показателем 98,2 на 100 тысяч населения. Почему сложилась такая ситуация? На самом деле, вы видите, я достаточно спокойно говорю на эту тему и я горжусь тем, что у нас в области такой достаточно серьезный показатель выявляемости туберкулезом. Это говорит о том, что диагностика туберкулеза в нашем регионе находится на достаточно высоком, профессиональном и серьезном уровне. Более ранняя диагностика позволяет человеку быстрее пройти лечение и вернуться к качественной жизни. А чтобы заподозрить заболевание, доктора рекомендуют обращать внимание на такие симптомы, как Кашель, который длится более 2-3 недель, отсутствие аппетита, слабость, температура 37 и более градусов без явной причины, которая длится более 1 недели, потеря веса без явной причины, сильное потоотделение по ночам. Любой из этих симптомов может быть первым звоночком заболевания, при котором нужно обратиться к специалистам за консультацией. На прошлой неделе в родильных домах города на свет появились 208 новорожденных. Из них 111 мальчиков, 97 девочек и 3 двойни.